буквально пришла минута и морковка готова а главное совершенно никаких усилий все смотрите целая целая такая чаша просто морковки полная все отсюда я буду теперь брать для того чтобы делать за жарочку и пойдет на салатик комбайн можно убирать мне уже сегодня не понадобится буду приступать к мясорубке вот буквально такие кусочки мяса я уже порезала для горшочков сейчас это дело все при перчу обязательно посолю и затем все это дело перемешаю и поставлю в холодильник на ночь а завтра уже займусь и буду готовить горшочки но само мясо я уже порезала на ленты и говядину и свинину для того чтобы удобно было его в мясорубке превращать фарш то есть не кусочки а вот ленточку опускаешь и так удобненько ну и все а здесь у меня готов миску которое завтра будет тушиться в горшочках я добавила перец соль все это перемешаю оставлю на ночь в холодильник и завтра уже займусь но такого количества должно в принципе хватить на 6 горшочков много давать не буду ну вот пример наверное фарш готов я сюда добавляю черный перец молотый и добавляю соль обязательно надо хорошо посолить фарш с учетом того что у нас еще будет рис рис у меня получилось довольно таки много я взяла вот две такие кружечки рис брала именно вот такой посмотрим длиннозерный в общем написано что подходит ко всем блюдом и все такое неплохой с виду так что все рейс я хорошенечко уже весь промыла сейчас не устекает здесь вот вода стечет и я буду добавлять его фарш я еще присыпала перца и даю сюда рис весь рис который был не седаю и теперь получается здесь у меня прям смотрите целая целая чаша моркови часть откладываю на салат которая пойдет так ну я думаю вот этого количества будет уже достаточно теперь я не не делаю зажарку для фарша и отправляю тоже достаточно так знаете немало морковки сюда да получается большой тасс если у нас состояется фарш то я делаю фрикадельки замораживаю потом буду варить супчик либо знаете с рисом можно тушить в общем как угодно в общем вот этого будет достаточно еще раз говорю зажарку я сюда не кладу все сырое оно в перце все сварится отдаст все свои соки фаршу и будет хорошо так ну вот этого тоже мне здесь ну и получается здесь мне этого тоже количество достаточно все хорошо а вот это уже часть морковки отправиться на зажарку с луком с кетчупом хайнс можете томатную пасту класть и я ее уже поверх зажарку поверх перцев положу для того чтобы тушить готов фарш как можно видеть не так много морковки не так много риса получилось то есть в принципе все нормально он пока будет стоять отдыхать мариноваться а я займусь перцами я уже перемыла все перцы вот такие вот они красавцы здесь лежат ну ну да не маленькое количество но но все что будет лишним отправиться в морозилку а здесь попутно я уже поставила жарится ну готовится саму зажарку когда закипят перцы я отправлю эту зажарочку и будет вкуснота так что пока сейчас так потом добавлю хайнс томатный вот этот кислый для еды мы его не употребляем только для того чтобы готовить вот подобные вещи кстати говоря можно немножечко добавить сахарку обычно я это не делаю но вот зная что это еще делает вкуснее сейчас вот дам ну и тем самым показываю вам возможные варианты чего и как добавляется ну а здесь у меня лежит морковь та которая комбайном не прокрутилась не протерлась я и сюда положила лавровый лист чесночок душистый перец я его не стала умельчить оставила горошком тут будет все равно бульон это перец он вообще сладкий перец сам по себе он крепкий не разваливается в кашу поэтому я думаю проблем с горошком не должно быть все готово отсчитываясь перед вами смотрите вот это вот все пойдет на еду будем неделю втроем есть а вот это у меня осталось это пойдет на заморозку прямо заморожу и будет нам счастье в голодный день в голодное время мы спасемся замороженными перцами так что отлично сейчас один зубчик чеснока потру сюда морковочку у меня есть вот такая мини терочка которая мне в этом вопросе поможет ну и получается добавлю сюда майонезик сметанку если бы был мой соус который я делаю но этот классный но вы знаете я был сюда добавила было бы вообще безумно ну а тем временем вот это дело отправляется на плиту чудным образом перцы оказались на плите здесь у меня уже подготовлена моя зажарочка ничего не горела не жарилась долго и сейчас я его буду перемещать сюда а пока у меня кипел чайник я уже приготовила вот этот вот вкуснейший салат с морковкой чесноком ну дальше вы в курсе очень вкусно особенно если его на черный хлеб или на какую-нибудь чиабатту советую рекомендую ну а также это может служить заготовкой для каких-то супов горшочков и тому подобное ну а тем временем будем переселять зажарку к нашим супер перцам здесь у меня уже кетчуп так что все нормально аккуратно самое главное без брызг люблю эти лопаточки силиконовые не так хорошо все это дело очищают деликатно так но это еще не все берем горячий чайник и наливаем сюда водичку как раз разойдется зажарка вот этого бульона будет достаточно для всех этих перцев даже учитывая тех кто любит знаете чтобы прям вот много подлива было накрываем и на часик готовится мы все еще продолжаем смотреть сегодня лавкорею вот столько вкусноты столько всякой интересности в общем захотели кушать я уже приготовила приборы их немного две вилочки здесь я разогрела нашу русскую кимчи но это что делала вчера капусту с грибами она мне немножечко сбежала достаю и ставлю на стол все равно приходится руками растирать но мы еще решили попробовать наш салат на хлебе морковный очень-очень вкусный советую друзья дорогие на самом деле правда рекомендую вот эту вот такую салатную закусочку она подойдет и к борщу и к всему остальному приятного аппетита всем кто завтракает обедает или ужинает приятного вам аппетита всем кто завтракает обедает или ужинает и да у меня уже здесь накрученные рулеты вот один сам сзади 2 и это 3 вот этот самый большой с яйцом а эти просто сыром ну и лежат миленькие пусть напитываются завтра будем их кушать на завтрак вот и подошел наш сегодняшний день концу день был насыщен сегодня всякими рода готовками гастрономическими вещами но те кто на моем канале давно и те кто смотрел ранее влоги знают что в основном я стараюсь готовить только по выходным но так чтобы на неделю соответственно сегодня я так стоически простояла у плиты много блюд приготовила семья будет накормлено мы сейчас в таком режиме экономном зубы на полку но не будем о грустном печальном а я хочу вас поблагодарить что этот день вы прожили с нами что вы посмотрели этот влог за то что написали комментарий если нет то у вас есть еще время это сделать обязательно напишите мне будет приятно мы все комментарии читаем на все комментарии я отвечаю поэтому не стесняйтесь я надеюсь вы поставили лайк и нажали на колокольчик и обязательно в следующий раз вы не пропустите наше следующее видео или прямую трансляцию ну а на этом я хочу пожелать вам всем доброй ночи ну и хорошего настроения завтра с утра пусть ваш день завтра сложится как можно благоприятнее положительнее и пусть он будет весь позитивным несмотря на какие-то там невзгоды мрачности возможно погоду встретимся с вами завтра до встречи пока пока и 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